Раб, я чувствую себя рабом. Всё, идём. Там вообще темно. А мы с ночёвкой Крис. И выкладываем сейчас наши сердечки сюда. Мы отправляемся к Крестюшке. У меня, кстати, новая занавес, вы видите? Всем привет, мои хорошие! С вами Селена. Начинаем новый влог. Давно я вам не снимала на фоне занавески. Моё любимое место для съёмки. Всё красиво и светло. Сегодня солнечно на улице. Это радует. Сегодня день рождения у Машули, у доченьки моей, Ленусик Хэппи. Сегодня мы с Деней собираемся на день рождения. Я уже приготовила ей там платьица, носочки, шоколадки. Ну, а так, это так. Бонусом ребёнку. Ну, а так, конечно, лучший подарок это деньги. В общем, подготовили подарки для Машули и для мамули. И сейчас... Так, сейчас время 3 часа. В 5 начало. И нам ещё ехать. И нам ещё ехать на дорогу время. В общем, потихоньку выходим. Я уже нарядилась. Но я не нарядилась. Я так просто оделась. Как мне удобно, на самом деле. Сегодня перебирала вещички. Что там вам, да? Что для видео. И нашла вот эти вот джинсы. Думаю, оба спрятались они. И кофточку достала. Она очень такая мягкая, классная. Я даже под низ ничего не одевала. Думаю, что... Надеюсь, мне в ней будет не жарко. Заодно проверю, да? И она к телу хорошо. Что не нужно ничего поддевать вниз. Вот. Ну, короче, сильно не наряжалась. Главное, чтобы было удобно. Главное, чтобы дети веселились. Лисия как-то о себе не думает. Поеду на машине. Пить не буду. Вот. Праздник длится 3 часа. В общем, это скорее праздник для детей, конечно, да? Ну, мы взрослыми тоже, я думаю, посидим. Отметим. Вот. Ну, всё, выходим. А, ещё сегодня, может быть, Кристина приедет. Я её зазываю с ночёвкой. Да, и вообще, у неё были планы сегодня приехать. Но получилось так, что сегодня день рождения Маши, да? И мы едем на праздник. И освободимся только вечером. Вот. Но я надеюсь, что мы сегодня всё-таки встретимся. Она останется у меня. И мы что-нибудь попридумываем вместе. Может быть, что-то поснимаем. Я уже параллельно придумываю какие-то идеи. И ещё она мне несёт подарочек. Вот такой у меня образ сегодня. Пакетов всяких несу детям. Что-то решила детские вещи не продавать. Детские вещи хочется как-то отдавать пока что. Какое-то состояние нахлынувое. Это такое, знаете, какое-то лёгкое грустье, что ли. Именно в машину как-то сажусь. Не знаю, почему. Ловлюсь я на этом. И не пойму, в чём дело. Именно в машине. Так, ну что, котик. Всё, ты готов к празднику? К празднику детскому. Так, что хотела сказать. Я сейчас думаю... А, вспомнила, зачем мне надо было ещё заехать. Уже как бы время есть. Еду, блин, купить котам. Сухую. Из-за бантика, конечно, еда заканчивается очень быстро. Он просто едоглот. Едоглот. Он живёт, чтобы есть. Мне кажется. Ой, я не могу. Ну ладно. Мне кажется, ему ещё просто нужно время, чтобы расслабиться. и почувствовать вот что-то. Не знаю, у меня вот с котом такое ощущение, такое, знаете, что вот его как бы приютили, и он такой, ну спасибо как бы. Ну спасибо как бы. Мне кажется, ему и не надо было. Вот спасибо. Я вас не просил. Типа того, знаешь. Это моё. А какое-то такое ощущение от него идёт. И всё. Ну давай жрать тогда. Раз приютил меня, давай жрать тогда. Убирай, иди. Не убрал, знаете, он нассал под стол. Какие проблемы вообще. И Милку ещё нет-нет гоняет. Ну Милка его сама такая нет-нет тоже гоняет. Но он, блин, чувствует себя просто королём в квартире. Серьёзно говорю. Я за ним наблюдаю. Милочка, она раз такая, кошечка моя, и сложилась такая. Она, конечно, понимает своё место. Она прям мудростью блещет у меня. Понимает своё место. Но в то же самое время как бы не это. Слишком границы. То есть она настолько, насколько она позволяет, а она ему много позволяет, кушать первый, понимаете, в туалет первый сходить. В основном всё он вот это вот. Она даже не подходит к еде, когда он там кушает. Только потом, когда он покушает, она уже подойдёт. Ну, короче, прикольные такие кошаки. Прикольно за этим просто наблюдать. И всё равно где-то вот с котом чувствуешь себя немножко неуютно. Знаете? Потому что у него такая манера. Знаете, вот эти приколы с котами. Ой. И вот, да, это прям про него. Когда ты чувствуешь себя гостем в своей квартире. Как будто ты сделал хорошее дело, да. И как будто, вот, знаете, вот, ну тебя не просили. Это для себя я это сделал. Вот ты взял меня к себе домой для себя. Я тебя не просил. Мне было хорошо на улице. Вот что я читаю. Ещё мороз. До морозов далеко. Чё ты меня забрала? Ну, а раз забрала, тогда не жалуйся. Вот так. Так и живём. Так что поехала я за едой, как раб. Я раб. Я чувствую себя рабом. Рабом этого, как его называют. Именно бантика. С Милочкой мы как-то в тандеме. Ладно, всё. Поехали. Представляете, девочки, сейчас вышла за полтора часа. Думаю, блин, ну чё мне вот быстро, за две минуты купила кошакам еды. И думаю, чё мне делать? Думаю, ну ладно, зайду в фикс прайс. Тем более там новинки. Мне всё, не выковырить меня из дома. Думаю, пойду зайду. Просто выхожу без пятнадцати. Уже сейчас без пяти я еду, понимаете? Опаздываю на день рождения. Зато будет видео фикс прайс на втором канале. Совсем скоро. Возможно, одновременно с этим видео. Так что... Винусик там уже всё начала. Дети уже веселятся. А нас всё нет. Это я. Не опоздать так и не знаю. Что же я такая? Я уже чувствую, блин, мы надолго опоздаем. Минут на двадцать. Денька нашёлся местечко. На дне рождения много людей. Не знаю, кого можно снимать, кого нет. Так что постараюсь никого не снимать. Так, мама с папой. Ой, какой тортик, ты боже мой. Ой, какой миленький трикоток. Ну да, тройка есть. Сейчас куча свечей. Вот сюда побольше. А то там будет неудобно дуть. Сюда прям понасыщеннее сделать. Ой, сейчас тортик будет. Всё, идём. Там вообще темно. Смотри, аккуратно. Ай, прикинь. Отходи. Так, дуть нельзя. Отойди. Дуй! Дуй! Дуй, Машенька, дуй! Дуй! Ещё дуй! Ещё дуй! Ещё дуй, Ещё дуй. Ещё дуй. Ещё дуй, Ещё дуй. Давай. Дуй. О, молодцы! В общем, мы уже расходимся. Ваня. Тут у нас был стол. Мы уже всё поубирали. Короче, тут прыгалка для детей. Местечко прикольненькое. Там вон дети прыгают. Вот там. Класс. Ну что, мои хорошие. Всё, мы уже в центре. Уже едем через центр. Близимся к дому. Хорошо провели время. Нас так хорошо накормили. Напоили. Десерт превосходный. Еда превосходная. И ещё. Наигрались. Денька просто вот как зашёл нон-стоп. Не садился. На секунду разве что сел. Вот. Не усадюсь. Короче, весь мокрый. Я его тепло одела, чтобы выйти. Сейчас приедем домой. Планирую искупать его. И уложить спать. Завтра рано вставать. Завтра садик. Блин, есть же какие-то домашние майки просто любимые. Вот они просто, просто кайфовые. Ну, такой хлопок тоненький, знаете. Вот просто одел и просто кайфуюсь. Короче, ничего не хочу. Уношу одну и ту же дом. Хотя полно всяких щёлковых, щёлковых этих комплектов. Это что-то настроение на самом деле такое домашнее. Хорошее, что-то такое домашнее. Короче говоря, сегодня Кристина должна была ко мне сегодня зайти. И Свекров должна была сегодня ко мне зайти. По делу. Ну, мы что-то припёрлись поздно. Сейчас только искупала Деньку. Сейчас уже пойду его укладывать. Сама включу сериал и под него, наверное, засну. Вот. А Кристи сказала, что у неё не получается сегодня. Потому что ремонты. Тра-ля-ля. Там куча придёт людей завтра делать. И ей ремонт. Поэтому завтра будет попытка номер два. Завтра к ней я попробую пробраться. Но я тоже не точно как бы. Вот. Но надо пробраться. Я даже не знаю. У меня даже есть мысли, может, с ночёвкой к ней поехать. Может быть, Деньку до обеда в садике, чтобы он побыл. А мы с ночёвкой Крис. Ну, такая вот мыслишка посетила меня. А, блин, с какой ночёвкой. С какой ночёвкой. В садик на следующий день утром. Это же во сколько надо подорваться. Или Деньку в садик не везти. Не, не. Надо сейчас водить в садик, пока водится. Надо водить в садик, пока водится. А то, знаете, всё так непредсказуемо вокруг складывается. Что я боюсь, я скоро запреты в садике будут ходить. И чтобы ходить в садик, нужно будет выполнить кучу условий. Поэтому пока ходится в садик, мы будем ходить в садик. Ничего пропускать не будем. Пусть занимается пока. Есть возможность. Вот. Так что, да, с ночёвкой не получится. Но, возможно, просто завтра я к ней днём поеду. Что успеем, то сделаем. Может, что-нибудь с ней внесть. Во всяком случае, поболтаем, обменяемся подарками. Вот такие дела. В общем, на сегодня спокойной ночи, мои хорошие. Пошла. Всем доброе утро, мои хорошие. Мы отправляемся к Крестюшке. Утром сегодня приходила свекровь. Померила костюмчик. Хочу и заказать костюмчик. Блин, представляете, Василёк уже зашли, а там и размеров почти нет. Всех тёплых костюмов. Так что, блин, мне повезло ещё, что я взяла костюм себе. Так что, такие дела. Ну, есть у меня там идейка одна. Короче, костюм надо тёплый заказать. Вот, собрала посылки сейчас, которые пришли ко мне. Жду, конечно, мои любимые посылки с шеин. Должны вот уже со дня на день, со дня на день должны мне их прислать. Ну и, короче, отправляемся к Кристинке. А по дороге я ищу заправку. Одну, где вкусный кофе готовят. Я вам уже показывала. И, представляете, у нас их так вот как-то неудобно. В одну заехала сейчас, а она не работает, прикиньте. Закрыта. Сейчас еду специально на ЖД вокзал. Через ЖД поеду. И если там тоже не работает, это, конечно, вообще жопка. Жопка. Мне надо там же баллы накапливать. Сегодня, кстати, я проснулась среди ночи от ужасного запаха. Чтобы вы понимали, ощущение такое, что кто-то из моих котиков сладеньких сходил по-большому прямо перед носом у меня, понимаете? Переди камера на полосу. Ага, спасибо. И я прямо проснулась от этого, прикиньте, от запаха этого. У меня в спальню дверь была закрыта. И? А дверь? А окно было открыто. Короче, было жуткое банище. Я сначала такая, думаю, ладно. Вроде так посмотрелась про Соню. Вроде никто нигде. У меня только Милая была в комнате. Бантик был в зале. Открыла дверь. Смотрю, там ничего нигде не пахнет. Ни с туалета, ничего. Думаю, ладно. Попыталась уснуть. В итоге снова проснулась, не выдержала, закрыла окно. Закрыла окно, еще долго держался этот запах. Я прям не могла уснуть. Думаю, да что ж такое-то. Где ж могли сходить-то они? Ой, утром проснулась, запаха нет. Но очень странно. Что это было? Мы пришли. Все закрыто. Кристина Строитель, вот, вселенная... Чтобы сняться вселенной видео, она взяла вот такую вот удобную футболку. Рабочую, праздничную. Стою на стене покрашенной. И вот держу подложку под ламинат. Ну, собственно, здравствуйте. А, всем привет! Все, я приехала к Кристине, наконец-таки доехала до нее. Она мне тут мастер-классы дает. Ну, да, и штанишки. И штанишки хорошие, все хорошее. Короче... Ну, да, пока обувь домашнюю не менять, потому что все равно... Ну, она рабочая, это все... Я вообще не собиралась показывать. Нет, даже посмотрите. Ну, ты обратила внимание. В общем, смотрите. Если только вверх, то здесь вот ногти светлое, все красиво. Вау! Ты, Саня, не сказала? Они же отрасли. Но я сдалека вот так. Красиво блестят, мне нравятся. Они блестяшки, да, все-таки блестят. Я тоже такие сделаю. Я записалась уже на Моник, мне нравится. Что же она? Хочется это... Перламушечка, мне нравится, они красиво смотрят. Я тоже. Это просто сделала белый и сверху перламутра. Сверху, да, у нее блестяшки были и крупные, и мелкие вот эти вот. Я хочу, мне нравится. И форма классная тебе идет. Не надо, ну что-то уже устала, надо обрезать. Короче, я у Кристинки тут лазаю, все. Сейчас пойдем кофе пить. Я не знаю, что-то вкусняшек какие-то. Ну да, там это... Ты мне обещала что-то там дать. А, сразу... Ну вот. Я могу здесь вот это снимать вот так? А, вот так. Да, тихонь. Ой, можно я скажу? Раньше я заморачивалась, если честно, когда снимаешь, особенно там то не так, то не так. На самом деле, очень классно, что мы живем в мир, в век технологии современном, когда люди на самом деле стремятся к правде, к простоте. Нет, классно, когда все чисто, а наоборот, еще там чуть-чуть где-то что-то не так лежат, делают эти... как сказать, замечания, вот там грязно, там... Блин, ну мне кажется, главное состояние самочувствия. Бывает нет сил, бывает вот реально я сейчас выдохлась. У тебя вообще сейчас ремонт, какая чистота. Ну как бы... Тут пылюка есть. Пылюка есть. Поэтому, вот именно, ну что, должна в больном клаве... Я хотела сначала такая искупаться. Не, ну я искупаюсь. У-у-у, ложиться, одеть платья, шпильки. Ну как, ну что? И вот если она говорит, это можно снимать? Можно. Снимай, как есть. Вот снимай. Ну ладно. У меня всего грязное полотенце, а тут игрушка лежит. Ну да ладно, не будем это снимать. Смотри, что она меня аж позвала, я что-то думать и просто так приехала. Говорит, это, померь сапоги. Мой размер должен быть и мой фасончик. Хочет мне их задарить. Только пришли с шеями. Представляете? А ей полцены продают. Ты померяй, может быть и тебе будут они большие. Просто из-за формы ноги, вот у нас, вспомни, мы с тобой надеваем, то одинаково смотрим. Ну давай. Ну короче, надо мерить. Давай, я померю, давай. И к себе встану. Ла-ла-ли. А ты еще не снимал? Нет. Ну страшно, я скажу. Ну вообще мой вот 38-й. Я заказываю на шею 38, всегда мне хорошо. Ну вот 38-й я решила, как ты ее рекомендуешь. Ну у тебя же чуть поменьше нога такая. Ну фиг знает. А из-за того, что она у меня без подъема, не знаю, ну как. Большие тоже, да? Ну я такие ношу ботинки. Я не нашел впритык, чтобы вы были. У меня вообще далеко парят. Вообще болтайте. У меня они, они у меня вот здесь вот болтаются. Поняла? У меня нога худая. И получается, что, ну еще на мой рост, понимаешь, мне надо вообще облипочку все. Я себе не могу позволить. Слушай, ну прикольненькие. Ну не знаю. Ну когда я кударю, как бы я мечтала о мечтах. Мечтала? Ну я такие хочу. А мечта пришла ко мне. Ну просто она же актуальна. Ну да, они удобные и под платье. Ну блин, это же классика. Под платье вообще прикольно, да. Мечтала Кристина, а я вот тут воплощаю мечты. Они легенькие такие, правда. Да, да, да. Ну что, подснимешь их на мне тогда? Да. И все, я в них же уеду. Ну да, у меня лук другой, но... Я уже их подменяю, там уже в голове в платье, вот как я их одену. Ну тебе удобно будет? Мне нравится, не знаю вообще. Я на стиле. Я же еще и выбрала, там есть тонкая сильно подошва, знаешь. Это так, есть огромная, это прям вот такая средняя. Средняя, хорошая, да. А ты себе не такие, белые не такие заказывала? Черная подошва, там такие же белые с черной. Нет, короткие у них. Они маленькие, мне пришли 38-й, кстати. Маленькие тоже с такой подошвой? Нет, у них была крупнее подошва, и они белые, и они короткие. Я просто белые что-то не стала такой неоднозначной. Ну давай, пойдемте. Спасибо, пупсик! Что ты их целуешь? За что ты их целуешь? Ну давайте. Девочки, вот такого вы еще не видели. У Кристины новые светильники. Свет. Свет горит от чего? Свет горит. Кристина. Кристина его включает. Кристина, покажи, пожалуйста, как работает твой супер... Вот, покажи. Ну вообще, он как обычно. Смотрите. И так выключается. Выключился. А теперь включить. Оп. Обалдеть. То есть мы должны соединить два кабеля. Это какая-то новинка, да? Да. Это хай-тек, современные. Ну это будет такая технология в ближайшее время. У меня вот одна из первых в ростове появилась. Будущего, да, светильники? Обалдеть. Вообще, Клафь. Я тоже задумываюсь о себе. Может, такие повырываю свои? Повырываю свои и такие поставлю. Я вреду тебе починить. Поможешь мне, да? Да, да, да. Это же ручная работа, да? Ну это не для слабых умов просто. Я, а у меня не слабые умные. Ах, какая женщина! Кристина говорит, я тебе еще забыла это показать, и это показать, а у меня вот это. А еще и Кристина должна была сегодня подстричь. И мы заговорились, и все, и забыли, да? Да, не располагает у меня обстановка. У меня очень уж не располагает. Мне кажется, как раз прям. А у Селены очень чистая. Я говорю, надо приехать, поправить эту ситуацию. Надо накидать пуха. Слушай, ну мне очень понравился у тебя дома. Новый ремонт. Новый ремонт. Светильники просто. Шико-волшебные, логично. Свежие стены, фреш просто. У меня все по хай-тек, по последним технологиям мира. Круто, круто. И это же самое интересное, понимаешь, что это все не дешево. Все просто, со вкусом. Чем проще, тем дороже. И все по последнему. Сколько денег уже убили на это все дело? Не голоден. Не сосчиталось. Буквально потому, что за новинки надо платить. Ну, когда оно только выходит. А еще у тебя у первой офигеется. Ну да, еще и у первой. Кстати, я недавно сделала крутую распаковку. Да? Что распаковывала? Ну вот это уже секрет. К этому времени будет уже? Ну, уже вчера-то за вчера вышла. А, Шейн? Нет. Он там бриллиантовые украшения мне пришли по интернету. Серьезно? Да. Настоящие бриллианты? И... Якутские? Кстати, Якутия, это же бриллиантовые эти алмазы из Якутии. Ну, не из Якутии, попроще немножко. Все уже что. И одежда бриллиантовская. Бриллиантовская, да. Из Иванова. Из Иванова. Короче, у Кристинки много видюшек. Если еще ссылочку оставлю, зайдете, посмотрите, чего кого-то интересует. Вообще была крутая распаковка, но что-то мало посмотрели. Да, посмотрели, они просто не знали, девчонки. А вы просто не знали. Я люблю так, чтобы была загадка. Человек потом зажел, а там как зажел, зажел. Идите, посмотрите, обязательно. Что-то я чувствую себя сейчас, вот, губы не помазала. Не накрасилась все-таки, хотела накраситься, селену встретить. Я тоже не накрашусь. Я чувствую себя неловко теперь. Как это? Очень даже ловко. Я тебя поймала. Я закружу дверь холодно. Да, я сижу за кристином. Все, давайте, пацан. Да я уже, блин, все, я уже наелась. Короче, Крист должна приехать в гости, да? Да, в новой жилетке красивой, наверное. Это и хорошо, что я тебя не подстрелила, может, мотивация будет приехать. Ну, я завтра, если что, можно, я приеду. Да. Можно я завтра? Не можно, а нужно. Тогда я не прощаюсь. Ну, все, пока. Пока. А я тебе не открою ворота. Как это? Ты показываешь проездную, когда едешь? Нет, мне так уже помнят. Они меня знают. Деня, Деня. День, говори, Кристиночка, пока. Покеда. У меня еще посылки, е-мое. Как я все это отнесу домой? Ой, Кристина навалила еще кучу всего. Я тебе сила и мысли помогу. Да. Ну, все, давай. Всем доброе утро. Мы проснулись с Денечкой. Сейчас он смотрит мультики, ест блинчик. Я пью кофе. Сейчас уже будем выходить в садик. Сегодня запахов никаких не было с улицы. Свежий воздух. Спали опять с открытым окном. На улице хорошо. Правда, сегодня дождь. И дома хорошо. Короче, температура хорошая. Уже, я не знаю, уже неделю почти. Или пять дней. Прям на улице, мне кажется, бабье лето. Вот. Но все равно тяжко вставать, потому что дождь на улице. И пасмурная погода такая. И еще вот мы встали. И еще темно. Еще фонари горят. Знаете, такое вот вообще. Это такое вот время на улице, когда хочется прям реально быть под одеялом. Но сегодня надо Денечку в садик отвезти, потому что мне надо много снимать. Вот. Короче говоря, просыпаемся. Вот такая вот погода у нас. Капает дождик. Сейчас Деню отвела в сад. С криками, скандалами. Привык неделю со мной дома сидеть. Прям душераздирающая, я вам скажу. Это было. Прям истерика такая, что прям я не знаю. Ну да, провязался за неделю от садика, а то я в садик не хочу. Еще воспитатели, когда начинают, я чувствовала, что он прекрасно зайдет сам в садик. Все. И он уже пошел, понимаете? Он уже пошел. И нет, какая-нибудь воспитательница обратит внимание. И скажет, ой, Денечка, в садик. Все. Хватает меня. И как будто есть возможность. Не знаю, чтобы уговаривали. Или есть возможность как будто остаться дома. Ой. Короче, жестко сейчас было. Отпускать его. Ладно. Пораньше заберу сегодня. Блин, чувствую себя вообще прям каким-то извергом, честно. Он так не хотел сегодня в садик идти прям. Не, причем он нормально пошел утром, я же говорю, я его собрала, все прекрасно. И все, вот мы на пороге уже. Я ему уже даю папку его, задание мы сделали. Он уберет, и все, он уже как бы туда прям опа рвется. И наша воспитательница стояла на входе. Она такая, о, Денни, а чешки принесли? Мне говорит. Я говорю, нет, сегодня чешек не будет. Мы чешки покупали, и я их, походу, не подписала. Хотя, мне кажется, я все подписывала, но не знаю. Чешки хорошие еще такие купила. Ну, ладно, они, благо, недорого стоят все. Ну, короче, чешки не могли найти. Ребенок у меня ходил в сандалиях все время. Вот они говорят, чешки найти не можем, не можем, не можем. В итоге, говорит, купите новые. И я говорю, хорошо. Ну, и типа за неделю за эту должна была купить. Но мы эту неделю вообще никуда не выходили. Во-первых, события разные в моей жизни. То есть вообще никуда не хочется выходить. Это один момент. А второй момент в торговых центрах просто жесть. Блин, все перекрыто, перемазано. Как бы, ну, как бы если локдаун, и надо дома сидеть. Ну, вот в этот раз мне, честно говоря, уже не до шуток. И не хотелось бы мне выходить куда-то. Поэтому мы соблюдали локдаун полностью вообще. Выходили только в безлюдные места. И то редко. Вот. А по торговому центру мне вообще не хотелось шататься. Еще есть ребенка. И я говорю, сегодня чешек не будет. Она расстроилась. Трудно было искрыть свое расстройство. Но и все. И Дэнни тут начинает сразу. Нет, я в садик не пойду. И тра-ля-ля. Я его успокаивала. Разговаривала с ним. В этот момент, когда его пытаются успокоить еще кто-то, он всегда с истерикой пойдет. Он не успокоится вот так и не пойдет. Просто так. Пока его жалеют, с ним разговаривают, у него есть возможность. Вдруг передумают взрослые. Вдруг скажут, ну ладно, идите домой тогда. И в итоге вообще, короче, через силу пришлось его прям в садик заводить. Он уже говорит, я сам пойду. Я говорю, давай сам идти. Вот, короче. Не понравилась мне сегодня максимальная ситуация, как заводили ребенка. Ну ладно, он отвык за неделю, на самом деле. Многие так сейчас в садик идут. Короче, не знаю, я себя так стрёмно чувствую. Хочется его забрать домой. Ну ладно, пусть привыкают потихоньку к садику. Надо ходить, пока есть возможность. Я уже сказала, да. Сердце болит. Еще больше теперь. Ладно. Сейчас что успею сделаю. Может, пораньше его заберу и пойдем чешки купим. Но вообще далеко не хочется за чешками. А, какой-то здесь магазин найти. Здравствуйте. Ребенок мой в коробочке сидит, видите? Что они так... Вот мама только распакует пакетик. И Мила в пакетике. Да? Вчера шуршала полночи. А это вы видали? Кто тут ластится к маме? К че к маме ластится? Че мой обормот? Че мой кот обормот? Я недавно рассказывала, какой ты. Какой ты. Да? Приютили меня, кормите. Можоки. Такой качара. Ой, ты качара. Ты че, ластишься ко мне? Это что, ревнуешь? Ты не ревнуешь? Аж тебя люблю, моя девочка. Ты у меня вообще самая-самая доча моя. Ну, кайфуй в коробочке, кайфуй. А, че это вы спросите за коробка-то, в которой Мила сидит? Это я гирлянду заказала. Мне она сегодня пришла. Точнее, не сегодня, а вчера пришла. Вот, три метра гирлянда, и в ширину три метра, и в длину три метра. Короче, занавеска такая конкретненькая. Тут еще можно, смотрите, регулировать. Можно? Или нельзя? Двигать? Можно, по-моему, двигать. Короче, на расстояние может быть нужное. Или нет? Вроде можно двигать, короче. Одной рукой неудобно. У меня вот там занавес, короче, я вам сейчас покажу. У меня розетка сплавилась. Мне вот это, мне вот это занавес нравится. Не смотрите на мой бардак. В этом году, да, не получилось сделать балкон, но ничего. Слишком много денег на него туда уходит. Были другие заботы. Короче, здесь, видите, такая тоненькая у меня, да? Не знаю, видно вам, не видно. И коротенькая она была занавес. Что с ней случилось? Я засунула в розетку, представляете? А вытаскиваю, и вот, вот так у меня все. Короче, нужно это либо, ой, может быть, скотчем или изолентой перемотать. Кстати, изолентой можно перемотать, да? И оставить пока так. Ну, короче, вот такая вот дилемма. Либо отрезать и новую розетку прикрепить. Но вообще я не хочу отсюда убирать, если честно, эту гирлянду. А новую, я думаю, может быть, новую сделать вообще вот отсюда, вот так вот. И вот туда. Она прям длинная будет. Раз, два, три. Может, она как раз вот здесь вся и уляжется у меня по этой стене прям до этого. До прохода. Надо будет попробовать. Короче, сегодня в течение дня буду делать, но чуть что, здесь еще вот такой есть провод. И можно еще добавлять гирлянды. А, нет, это не провод. А, ну да. Не, ну можно добавлять гирлянды. Ну да, можно добавлять гирлянды. А еще это как удлинитель. Прикиньте, раз, и все. Только догадалась. Хорошо. Давайте, на связи, да. Пока. Кто это тут играет? Бантик загнал в угол Милку. А я смотрю там, лапы торчат. Ну почему я тебя так люблю? Ну почему я тебя так люблю? Бантик, ты провода охраняешь? Ой, мои хорошие. Фух. Сняла два видео. Батарейка села. Кто-то мне, кстати, дал совет, что Селена, купи запасную батарейку. Вот надо так и сделать, на самом деле, потому что реально, два видео снимаешь, и все, батарейка садится. А у меня как бы еще запало много. Камера грязная, что ли. И сейчас я зашла в группу нашу в садике. Я же все переживала. Денечка с утра так ушел, переживал, что-то плакал. А сейчас смотрю, там день рождения было у кого-то, и общая фотография. Я смотрю, Денька улыбается. У меня аж настроение поднялось. Я думаю, ты зайчик мой. Вот, короче, все хорошо. Так, время, начало третьего. Мне надо покушать. И нет ничего готового, надо приготовить. Я сейчас хочу посмотреть, есть что-нибудь там запекать. Вот эти вот сердечки хочу приготовить, и картофель. И хочется как-то это запечь. Сейчас посмотрю рецепт в интернете. Нашла рецептик, только не все у меня есть из специи, но будем делать из того, что есть. Так, ну что, блюдо заключается в том, что мы берем сердечки, я их помыла сейчас, смазала противень нашу, да, и выкладываем сейчас наши сердечки сюда. Так, ой, слушайте, надо было их, наверное, сейчас, сейчас я их приправкой для курицы сделаю, посолю чуть-чуть. Так, приправка для индейки и соли немножко, и все, в общем, выкладываю я их на противень. Вообще в рецепте написано 400 грамм сердечек использовать, у меня здесь 850 грамм, я сердечки очень люблю, вот, поэтому делаю все, куда мне потом половину эту девать, непонятно. Картошку мы режем не мелко и не крупно, вот так вот, и засыпаем тоже ее вот так сверху. Картошки, не знаю, на глаз сделала, если сердечки останутся, а картошка нет, то я сделала 6 картошин, по-моему. То с чем-то другим сердечки поем, с овощами просто, я их могу так просто есть. Каким-то чудом прям нашла и чеснок, и лучок, думала без них придется делать. Так, выкладываем сюда полукольцами лучок сверху, вот так вот. Так, здесь также ремонт начали посолить, картошечку с лучком сверху. Вот так, и поперчить, по вкусу, короче, все делаем. Перчика чуть-чуть прям сделаю. Дальше мы берем сметану, по рецепту написано сметана 20% не помню сколько, короче, но на глаз нам все это дело надо залить. У меня вот то, что осталось, то осталось, майонеза нет, 3 ложки столовой майонеза. В общем, сюда чеснок я сделаю, посолю, поперчу. А, и паприки сюда еще можно, но у меня нет паприки, паприки не будет. И сыр потереть. А вот я думаю, может 4 сыра соус добавить. Или твердый, ну твердый сыр, ладно, потру твердый сыр сюда. Что это я тут без света все делаю вам? Сейчас. Так. Правильно я все делаю? В общем, внимательно еще прочитала. Короче, 0,5 воды надо. 200 грамм сметаны нужно смешать с 0,5 воды. Вот. Но у меня здесь не 0,5, здесь 450. Я сейчас еще даже меньше сделаю. А здесь, ну, далеко не 200 грамм уже, да, по-моему, сметаны. Вот. Сейчас я сюда еще добавила вот эту вот приправу с индейкой. Вот. Сейчас я добавлю сюда водички. Значит, там у нас чеснок, приправа, водичка. Сейчас все перемешаем. Получается все довольно-таки как-то жиденько. Жиденько. Я вместо майонеза все-таки решила добавить сюда 2 ложки. Вот такую вот штуку я купила в Ашане. 4 сыра. Обалденный такой соус с ароматом 4 сыров. Ну, поэкспериментирую. Добавлю сейчас 2 ложки столовые сюда. Ну, не 2 столовые, на глаз. Все делаю на глаз. Для того, чтобы удобно было все это дело мешать, я это все вылью вот сюда и натру сюда сыр твердый. Все, теперь это нужно накрыть нам фольгой и поставить на 200 градусов сначала на 20 минут. Так, после того, как у нас прошло 20 минут, мы ставим на 180 поменьше и ставим на 40 минут теперь. Минут делаем и тоже под фольгой. Ой. Так. Так, девочки, прошло 40 минут. Теперь крышку мы открываем. И дальше доготавливаем уже без крышки. Так, сняли мы с вами, поняли, да? Нашу эту штуку и ставим на 10-15 минут, доготавливаем. Ну, поставлю 15, пусть. На той же температуре, 180. 180 там. Ну вот, все дела поделала. Иду Денечку пораньше сальто забирать. Как обещала. На улице дождь. Так рано уже темнеет. Вообще, все, соскучилась за ребенком. Блин, надо где-то возле дома Чешкина идти. Ну, смотрите, девочки, это прям получился какой-то соус, супчик такой, да? Потому что здесь очень много жидкости. Мы же водичку вот эту наливали, да? И вот насыпала себе. В общем, сейчас покушаю. Возьму хлеб и огурчики. Попробуем. Ох, девчули мои, ну, шо сказать, это было вкусно. Это было вкусно, было насыщенно и прям сочно и вообще классно. Так что я рекомендую вам повторить этот рецептик. Вот, и все равно, если бы я приготовила своим привычным способом, было бы более пресно. Вот это очень вкусно, именно вот все-все-все там, вот все специи, насыщенность, чесночок, лучок. Вот это все-все, кайф, короче, там. Братья у нее позвонил, потрещали, поболтали. Вот, короче говоря, короче говоря, очень вкусно. Вот, повторите рецептик обязательно. Так, сейчас я буду готовиться, наверное, к завтрашним видео. У меня завтра будут такие видео, к которым нужно подготовиться, поштудировать там информацию, повыписывать все. Короче говоря, пошла поработать чуть-чуть. У меня, кстати, новая занавес, вы видите? Та у меня была только до подоконника, а эта у меня в пол идет уже занавес. Вот, я ее сделала миксом через одну. Я ее привесила туда, прямо к занавесочкам, ну, то есть к самой занавеске, она по занавеске идет. И одна у меня здесь, другая за занавеской. Одна здесь, другая за занавеской. Вот так сделала. И мне очень нравится, что они в пол, такой теплый свет, такая вот гирлянда занавес называется. Три метра. Три на три. Вот. Очень красиво. Думала, я ее сделала, и думала, еще три метра хватит и сюда. Но на самом деле нет. Это как раз вот так вот на окно. В общем-то, красиво, разные режимы есть, мигают, но цвет один, вот такой тепленький. Фух, ну что, мои хорошие, я поела уже два раза эту вкусняшку. Не смогла наесться с первого раза. Через время снова захотела поесть. Так что я вот что-то ем-ем-ем. Поправляюсь. Вот. Что сегодня я приготовила кучу всего. Ближайшие видео распродажи будет вечерних платьев. Размер мини и миди. Не размер, а этот. Длина, короче, мини и миди. Всякие будут с пайетками, там не с пайетками, с бахромой, пушистые, красивые. Короче, платье на Новый год. Я думаю, что это актуалочка сейчас, и чего у меня лежат так много красивых платьев. Пусть кто-то встретит Новый год в красивом платье, и еще с частичкой меня. Вот. Так что я сегодня готовила это видео. Завтра я думаю, что я буду его снимать. Вот. Надеюсь, ничего не отвлечет меня. Хотя завтра так, завтра десятая. Завтра десятая, завтра же у меня курс начинается. Кстати, надо посмотреть, узнать. Что к чему там? Все, короче. Я заканчиваю этот влог, потому что он так весь событийный день рождения. Кристинка тут у меня была. Так что можно этот влог закончить. Следующее видео я, наверное, сделаю, прокомментирую комментарии к моему предыдущему видео, где я делилась своими эмоциями. Потому что, так как я дала мало информации, очень много всяких догадок люди складывают, и я бы внесла немного ясности. Вот. Ну, а так все хорошо. Спасибо всем за поддержку. Ну, я это все скажу в следующем видео. Вот. Люблю вас, целую. Всем спокойной ночи. Лук-лук-лук-лук. ПОДПИШИСЬ! Лук-лук-лук! ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...